Привет, мальчики и девочки, дамы и господа! Наша парфюмерная дружина спонсор сегодняшнего ролика магазин RANDEVU. В честь нашего сотрудничества с ним публикуй свой именной промокод в описании 10% скидка плюс ко всем уже имеющимся скидкам и акциям на сайте RANDEVU при покупке от 2,5 тысяч рублей. Итак, поехали. Самая, наверное, нелогичная покупка года 2023. Впрочем, год еще только начался. Почему? Ну то есть вы знаете, что ветиверы я как-то не очень, RANDEVU как-то не очень и тем не менее приобрел я данный аромат ветивер. Ох, увидел зеленый флакончик, весна, хочется вот-вот какого-то обновления природы. Зеленый зелень вот это увидел и дальше ничего не помню. А если серьезно, то RANDEVU нужно дать дополнительные шансы. И я считаю, что у настоящего истинного парфманьяка парня обязательно должен быть в коллекции хороший ветивер, а то и не один. У меня каким-то образом их скопилось и я ролик все обещаю вам, обещаю. Но, кстати, вот этот в копилочку пойдет для ролика про ветиверы. Почему он? Ну потому что Роджа любит же делать по мотивам. Скажем так, вдохновляться всемирно там известной, завоевавшей любовь уже классикой. Понимаете? И вот, ну в данном случае многие говорят, что есть отсылки такие весьма недвусмысленные к Guerlain ветивер, который вообще там каких-то 60-х годов. А также говорят, что есть отсылки, даже больше, чем на Guerlain ветивер, данный аромат похож на Tom Ford Grey ветивер. Почему опять же не Tom Ford? Ну из двух золу я выбрал меньше, как для себя. То есть пусть лучше уж Роджа будет. Тем более, что я очень внимательно читал, особенно англоязычные отзывы, прежде чем, прежде чем, да, на данный парфюм. И очень-очень прямо тысячи голосов эхом друг другу вторят, что Роджа это все-таки более рафинированная как бы версия фордовского ветивера. Вот так, что вроде как они похожи, но похожи, знаете, то есть это я именно статистическую большую подборку собрал. И если вам кратенько сказать и подытожить, ну примерно как какой-нибудь Armaf пахнет похоже на Aventus, понимаете, вроде как и можно и в шлейфе перепутать, и вроде, о, похож, о, клоун, о, зачем платить много. Но когда начинаешь, вот когда на себе носишь, когда нюансы базы начинают всплывать, то ты понимаешь, что Aventus это Aventus и его базу невозможно заменить. Вот тоже самое говорят про соотношение Роджа-Дав ветивер. Ну это Parfum Cologne версия, как вы поняли, да, также он существует в версии Parfum, то есть духи, и парфюмированная вода. Ну короче, вот поэтому, поэтому, поэтому Родженька. Ну и потом есть надежда все-таки, что это будет какой-то незамутненный чистый ветивер. Ну как по отзывам тоже так можно догадаться, что ветивер такой жизнерадостный, вот что я хочу. Именно жизнерадостного, именно по весне, понимаете. Флакончик-то вот сейчас я вытащу, не видно этого градиента зеленого. Вот, ну посмотрите, ну ребята, блин. Мало того, что мне, вот, как я уже говорил, да, стекло у Роджи, конечно, первоклассное, так еще и градиент вот такого цвета, ну это нечто. Ну это у меня, может, сезонное обострение, да. И вот, несмотря на то, что я ожидаю от данного аромата чего-то такого, ну, относительно легкого и относительно минималистичного даже, да. Я не знаю, почему я так жду. Давайте нотки почитаем, вы сейчас офигеете. Потому что такие нотные листы были характерны для 80-х, может для 90-х годов. В наши дни там, ну, укажут 6-7 ноток и, как бы, и достаточно. А здесь, выпущен в 2019 году для мужчин. Парфюмер, понятно кто, Роджа, да, значится, по крайней мере, и, собственно, ноты. Верхние ноты, лимон и бергамот, средние ноты, жасмин, майская роза, лабданум. Базовые ноты, ветир, кедр, листья кедра, дубовый мок, гальбанум, тмин, семена сельдерея, розовый перец, гвояк, опять лабданум. Опять перец, амирис и мускатный орех. Или перца не было. Ну, ладно, не было. Короче, лабданум два раза указали. Ну, читаешь, думаешь, блин, в ветиверовом аромате, который называется так, да? Майская роза, семена сельдерея и мускатный орех. Короче, все-все-все такое надо уже нанести. Ну, и это, наверное, ребят, чего-то среднего не будет. Это или пан, или пропал. Ёжики плакали, кололись, но продолжали есть кактусы. Это Паша плюс Роджа Дав. Да еще и гремучая смесь, еще и ветивер. Ну, в общем. Крышка. Нормально. Не болтается, как у Элизиума, кстати говоря. Вот. И наносим. Короче, либо, прямо скажу, супер. И я начинаю любить ветиверы. Вот у меня такая, такая установка. Я не знаю, почему я так считаю. Такая вот установка. Я начинаю как-то проникаться этой нотой. Либо я говорю, блин, опять встрял я с этим Роджи. Вот. Холостой. Чуть-чуть пшикнула. И прям совсем пшикнула. Я хочу утонуть в ветивере. Я хочу весну зеленую. И чтобы пахло свежестью. Ну да, ветивер, ветиверовая нота. Я ее, конечно, изучил. По, знаете, по достаточно тоже такому классическому, получается, аромату. Герлен ветивер экстрем. У меня экстрем версия, потому что папочка, который просто ветивер... Ну, слушайте, классно. Тут прям цитрусы, вот. Да, ну вот как будто бы... Короче, папочка для меня сильно ретровый. Он какой-то сильно мазутный. А ветивер экстрем, он такой тархуновый. Ну, что я вам сейчас про все ветиверы буду? Не, ну я так, я пытаюсь все-таки отталкиваться от чего-то. Короче, в Герлене ветивер похожий, но здесь он как будто прям... Ну, несмотря на то, что в Герлене вот ветивер экстрем, он рафинированный. А здесь прям как-то вот он облегчен еще сильнее. Ой, даже слов не хватает. В плане не то, что запах, ну, мимолетный, а он более такой... Вот он цитрусовый прям. Хотя в Герлене тоже. Цитрусы прям очень ярко выражен. Лимончик такой, знаете, с цедрой. Сдавливаешь эту желтую корочку, и там вот эти поры, да, вот эта лимонная корка. И оттуда капелюшечки. Вот цедра вот этой вот горечи, горькой вот жидкости. Прям цитрусы красивые. Старт классный, ребят. Здесь прям, знаете, напополам, даже, я бы сказал, 40% ветивера и 60% цитрусов. Прям цитрусовая часть очень проработана. Но это еще, знаете, не все. Вот это, конечно, ветивера... Почему я говорю ветивера не люблю? Потому что вот это вот, ну, вот сама она, вот этот декор, вот этот вот ядро вот это, да. Сам аромат ветивера, вот, блин, он мне как-то, знаете... Ну, что-то меня... Он вроде и хороший, но что-то меня вот отталкивает, короче. Что-то не так. Здесь украшен хорошо, правда. И у меня надеют прям цитрусы прут, ребят. Отличные цитрусы. Кто считает Элизиум там цитрусом, что у него такой яркий старт, вообще не то. Там какая-то кислятина, кстати говоря, в Элизиуме. А здесь не кислятина. Он кисленький, но он такой... Цветы с цветочками, вот. Какая-то даже цитрусы. И чуть-чуть подернуты, чуть-чуть вот снизу как-то подернуты белыми цветочками. И это придает кремовости какой-то, нежности какой-то, неизбыточной. Это мужской аромат. Хотя он не секс, на самом деле. Я думаю, что некоторые девочки могли... Ну, все равно мужской. Все равно какие-то есть одеколонные моменты при этом. Короче, явно не вау. Я думаю, ни один витивировый аромат мира, ребят, не заставит меня сказать, вау, вот это да. Но! Это, знаете, прям... Я еще, может быть, не готов рейтинг делать, но это один прям из лучших витивировых ароматов, которые я пробовал. Вот так вот. Вот я прям ждал, что оно так должно быть. И вот оно, видите, как-то сбывается. Я не знаю, как это иногда получается. Но он, правда, неплохой. Уж точно там не скажешь, что это прям провальная какая-то работа, отстой там и так далее. Нет, нет, нет. Вот. Давайте нанесу на себя с удовольствием, кстати, потому что вот эта вот свежесть, терпкость, ну, как вот это вот все витивировое буйство, что эта нота дает, это все очень в кассу сейчас. Солнечный день, ну, блин, старт прикольный, конечно, вообще. Ну, коль там так много нот, опять, ой, мамочки, ребята, в рот попало. Причем сильно так. Что делать-то, рот полоскать. Причем как? Я за ухо брызгал, как оно так пролетело и сюда попало. Непонятно. Очень, очень такой парфюмерный витивир. Надеюсь, что база, она не протает во что-то такое неинтересное. Ну, может. Мне кажется, некоторые базы, мне кажутся, дешевками. Именно потому, что там тупой витивир, короче, вылазит. И все. А я не фанат. Ситрус очень долго держится, ребят. И, кстати, слово тупой, да? К слову, о тупой, моей любимой, в кавычках, деревяшке. Здесь я ее чувствую. Она не торчит, слава богу. Но у меня к ней чувствительность. И здесь вот она есть. Или, может, мне кажется? Ну, короче... Ой, слушайте, а в базе? Ой, в смысле, в шлейфе? О, интересно, интересно. Как же сочно цитрусово. Прям не могу. Ну, что? Что? Видите, улыбка у меня на лице от аромата. Значит, не все так плохо. С Роджей. Пойду потусю. Пошныряю. На улицу. Выйду. И дальше к вам вернусь. Ну, хотя... Хотя я думаю, что... И машинка даже достирала. Ну, короче. Не знаю, что я думаю. Надо носить с удовольствием. Прям вот поставить. Три имеющихся у меня Роджи. Афлаконенных, да? Энигму эту бабушкину. Шаль. Хотя иногда ее тоже хочется носить. Она прям не совсем пропащая. Потом поставить Элизиум. Ну, такое. Когда очень кисло хочется пахнуть. И так. Так. Как-то так. И, конечно, рука у меня будет тянуться вот к Викиферу. Я думаю. Чаще. Ох, прям, прям. Знаете, взбодрос. Это взбодрос. Вот. Это как раз то, что надо. Именно сейчас. В общем. Харе болтать. Вернусь скоро. Да, Гагуся? Какаре? Молчит. Ну, ладно. Я вам покажу. Итак. Полчасика я погулял. И, знаете, все хорошо. Все хорошо с этим Викифером. Он действительно какой-то рафинированный, я бы сказал. Хотя в Герлен Экстрем, он тоже достаточно такой французистый. Но этот еще более такой, как будто бы очищенный с одной стороны. То есть нет каких-то нарочитых, присущих Викиферу смоленистых каких-то оттенков, землистых. Все как-то вот сглажено. Я думаю, что просто грамотно украшено нотками со всех сторон. Но Витивер свое естество проявляет. Это настоящий нормальный такой Витивер. На солнышко вышел, и он так заиграл красиво. Он действительно весенний такой, легкий, если можно так выразиться. Даже, если можно, к Витиверу такое прилагательное применить. Нежный. Вот. И он меня не бесит. Это важно. Хотя вот все равно, чувствую Витивер, и что-то у меня, что-то где-то в глубине души у меня не кликает с ним. Но надо себя приучать, мне кажется. Потому что такая нота прям, ну, для меня она не пропащая. Мало того, что это, ну, как бы такая нота, столб просто в мужской парфюмерии. Но я ее... Понятно, если бы прям у меня категорическое какая-то, категорическое несварение какое-то было. Такого нет. Просто надо, наверное, разнашивать, и благодаря таким вот ароматам, как Роджа данный, я думаю, что хотя бы частично подружусь. Хотя бы изредка носить. Ну, а что, я и так все ароматы ношу изредка. Получается. Так что нормально. Короче, это вот первый Роджа, который меня очень порадовал. Это, наверное, ну, блин. Боюсь громких слов, но один прям из лучших Витиверов, что я пробовал. Очень грамотно замешанно, прям хорошо. Вот. И, ну, когда ты читаешь тысячу отзывов, что Роджа все-таки это более изысканно. Ну, все, начинается там сверление, бурление. Роджа, это более рафинированная версия Форда, то Форд уже и... Да, и особо не хотелось его пробовать. Я, по-моему, не пробовал, кстати, Грейвитивер. Хотите, верьте, хотите, нет. Ну, уже и неохота. Ну, так. Если сведет меня судьба с ним, то да. В общем, не жалею о покупке. Вот угадал я на 100%. Именно такого я и ждал. Вот данного аромата. Как я угадал, не знаю. Но я же не всегда угадываю. У меня же была надежда, например, на Элизиум, что когда вот он у меня будет в этом флаконе красиво, то как-то я его начну хвалить, потому что он же теперь у меня такой большой. Не складывается. А вот здесь прям... И прям, знаете, вот именно хочется носить его весной, потому что как альтернативу именно свежакам, ну, таким вот цитрусовым, сугубо цитрусовым, нужно разные парфюмы носить. Одними цитрусами сыт не будешь, согласитесь. Цитрусы, мята, опять же, да, акватика, это все понятно. Но, блин, действительно такой вот рафинированный ветивер. 280 евро он стоит, его, типа, госцена официальная РРП. Как она там переводится? Retail price, короче. Ну, дорого, дорого, но... Очень прикольно. Кстати, в нашей барахолке, Пашко Парф барахолка, ссылочка в описании, вот у нас то ли продают даже до сих пор, ребят, за 10 тысяч всего. Ну, правда, там тестер, типа, без крышечки. Ну, почти полный флакон за 10 тысяч. Ну, что-то такое, короче. Прям очень хорошее предложение, я считаю. Подписывайтесь в наши барахолки. А точнее, Пашко Парф барахолка, там можно очень выгодно купить и продать ароматы. Подписывайтесь в нашу теплую ламповую парфюмерную дружину. Там в режиме свободного чатика мы все-все парфюмерные вопросы и не только обсуждаем. Круглосуточно. Дружина Never Sleeps. Это, кстати, круто. У нас там со всех концов земного шара люди. И из США, и из Европы, и западная, и восточная, и отовсюду, и отовсюду, и отовсюду. Вы понимаете? Они мне как будто говорят, что Паша завязывай ролик снимать. Уже. Ну, в общем-то, круче, я сегодня рад и настроение ввысь. Тем более, когда вокруг витает такой аромат. Кстати, вот еще что. Забыл добавить, что кажется, что по стойкости шлейф, вот шлейф, да, из-за ушей, ну, не столь сильный. Такой очень скромный шлейфик. Но, опять же, ему уже надо, я его сейчас вот пшикаю, и он у меня пусть настоится. И, мне кажется, улучшить свои характеристики. Хотя супертяжелым он не будет. И не надо. В данном случае и не надо. Иногда маскулятины, знаете, какой-то вот этой вот давящей. Ее бывает много. Казалось бы, маскулинься, посама не балуй. Ты же мужик. Чем больше маскулятины, там, в виде всего, всех атрибутов, которые могут только быть, в том числе и парфюм, тем лучше. Нет. Везде мера нужна, грань. Я вот это четко для себя понимаю. Короче, все. Я сейчас по волыну заведу, по новой. Ребята, надеюсь, данный ролик был вам полезен. Оцените как-нибудь его. И до новых скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok